Девушки отдыхают Чтобы разбавить немного твои разговоры с телеком, я вкину пару-тройку интерактивов Договорились? Тогда погнали! Знаете, в это очень трудно поверить, но чувство патриотизма было придумано задолго до песни «Я русский». Да-да, так и есть Не знаю, как у вас, но у меня искренние чувства глубокой любви к моим родным, близким, ко всем, кто меня окружает, к моему родному краю вызывают песни группы Любе Для меня шаман — это, короче, новые Любе Типа Любе 2.0, шаришь? Короче, в эту пятницу у чаши состоится праздник «Я выбираю небо» И угадайте, кто на нем выступит? Ну, кого же ты выберешь? Ну, давай, 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 давай Ну, кого? Я тут по приколу прогрев делала? Ладно, интрига так себе, но движ намечается клевой Так что приходи, споем хором песню про коня Я сейчас была как даже путешественница Не хватает только песни про карту У меня такое чувство, что Кремлевская набережная — это просто центр притяжения вкусняшек Более ста видов мороженого вы сможете найти там вплоть до 6 августа Все это в рамках фестиваля «Вкус лета 2023» Площадка работает с 10 утра до 10 вечера Вход свободный Вы, главное, мороженое не прозевайся А 4 августа на набережной озера Кабан вновь состоится фестиваль электронной музыки Ориентир все тот же Скамейки у Ива со стороны улицы Салемжанова Вход свободный Официальное заявление Август — месяц спорта Если вы думаете, что вы не успели подготовиться к пляжному сезону Я спешу вас расстроить Впереди есть еще бархатный Так что время позаниматься еще есть, подготовиться, все такое Но если это все равно вас никак не мотивирует Вставать на пробежку с утра пораньше Я добавлю еще один аргумент Заниматься в одиночку не придется Вместе легче, согласитесь, да? Весь август в парке Горького будут проходить бесплатные спортивные тренировки Одна из них, к примеру, состоится 5 августа Это будет беговая тренировка Встречаемся в 8.40 у стадиона трудовые резервы Вход по предварительной регистрации Спорт — это, конечно, хорошо Но хорошо должно быть понемножку Что? Я вообще-то занимаюсь спортом Когда время свободное есть А вы когда-нибудь бывали в Орленке? Неважно кем — ребенком или вожатым? Если да, то вы точно вспомните ту невероятную атмосферу В которую погружаешься, оказавшись там впервые Лично я в Орленке была всего пару раз Не в качестве участника смены, не ребенком Я приезжала туда как куратор киноотряда Но я все равно помню свой первый день Я пришла в замечательный лагерь звездный Посмотрела на него И, знаете, такое тепло внутри ощутила Даже не знаю, с чем его сравнить Наверное, это тепло, которое ты ощущаешь, когда возвращаешься домой И за 21 день Орленок стал для меня по-настоящему родным Обрел в моем сознании сакральный смысл И сейчас, ну что ж, таить, да, я по нему скучаю И если вы, так же, как и я, хотите поностальгировать То предлагаю вам встретиться в кинотеатре под открытым небом 5 августа в сквере Зайни Султана состоится показ фильма «Легенда Орленка» Начало в 8 вечера 28 дней до конца лета Самое время задуматься о сменке, школьных принадлежностях, тетрадках и... Хотя стоп Вообще, эти покупки, на самом деле, можно отложить до 31 августа А лучше до 1 сентября Кто-нибудь вообще, кстати, покупает школьные принадлежности в августе Просто лично я в старшей школе занималась всем этим в процессе Как бы решала проблемы по мере их поступления В общем, не время забивать себе голову какими-то покупками, которые могут потерпеть до сентября Берите в охапку друзей, людей, детей, собак, кошек, всех, кого хотите Берите в охапку и отправляйтесь на встречу приключения Здесь могла быть интеграция какого-нибудь сервиса по поиску дешевых авиабилетов, но ее нет В общем, времени осталось немного, так что надо насладиться последними летними деньками сполна Но чтобы вопросов в стиле «Чем бы сегодня заняться?» не возникало Смотри Универ Ньюз До новых встреч! Разговоры ее слышны Над орленком ночная тень В круговерте забот не заметили мы Как был прожит еще один день В круговерте забот не заметили мы Как был прожит еще один день Хочу в орленок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова